Уууу, контент пошёл, контент, уууу, пацаны! Ну что же, пожалуй, вступление очень сильно я затягивать не буду, ну и давайте уже наконец-то переходить к самой серии. Ммм, привет, дружок! А куда ты такой дерзкий летишь? Цветной птер, ничёся, с мутацией выращенной. Ну давайте посмотрим, куда он такой красивый направляется. Опасно сейчас было. Говорит, если я отсюда не уберусь, то он меня убьёт. Вроде я правильно понял. Плохо знаю, конечно, английский. Ладно, я вообще стал и побачил. Надеюсь, у него стамины не очень много. К тому же он очень много стамины тратит вот на такие фейковые захваты. Так что рано или поздно он точно сядет. Ну сколько у тебя ещё стамин-то осталось? У него самого уже потихоньку начинает кончаться. Он байтит на хэви турку с батареечками, блядь. Да не, вряд ли у него тут хэви где-то будет стоять. Ты чё, рофтишь? Он просто, по-моему, рандомно в зиму куда-то улетает. Это вот сейчас чисто война стамины идёт. У кого её больше вкачано. Мерка, чё ты кисы не утащишь? У тебя же должно быть. Мм? Чё такие суть от 5122 монет. Рофлишь? О-о-о-о, если есть стамин закончилась, а почему этот махачи? Ну забей, е-бать. Сука. Внутом, значит да? Сейчас сразу птеры ликвидировать. Не, не дострелывайте. Хотя он куда-то натих. Хотя он куда-то натих. Минус птер. Иди сюда. Что? 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 Простите. Ой. Просто пацан бежал-бежал и пропал. Найс игра. Замечательно. Не, он не выбежит сюда. Блин, все роща пошёл своей дорогой. Угу. Ладно. Полетели. Вред я его тут найду. Здорово. Хочу познакомить тебя с настоящим симулятором России. Здесь можно делать буквально всё то же самое, что можно и в реальной жизни. Можешь устроиться в полицию и начать бороться с преступниками. В ДПС. Или в армию. А может быть в ИСИН? А если всё это не по тебе, ты можешь спокойно пойти в криминал и ездить на разборки. Можешь выбрать самую крутую тачку из гигантского ассортимента машин. Затяните её по максимуму, чтобы все твои знакомые охренели. Можешь тусить на районе, либо пойти в серьёзный бизнес. Покупать самые лучшие дома и зависать на них в компании своих друзей. Всё зависит только от тебя, ты можешь реализовать любую свою мечту. Здесь уже играют десятки блогеров и тысячи людей. И все они уже ждут тебя в игре. Переходи по ссылке в описании и начинай играть уже сейчас. Для всех новичков есть подарок в игре. Сто тридцать пятый грифон. Кайф. Встань ты. Сто пятьдесятый аргент. Ну серьёзно. Почему мне подсовывают живку на убийство и всегда топовое. Для томления такое себе. Ой, ладно, сейчас надо где-то в томилку завести. Аккуратно. Так, давай, заходи на вираж. Готово. Теперь дай мне... Дай мне отсюда выйти. Ну всё, братулец. Теперь ты точно мой. Никуда ты уже отсюда не денешься. Спать-то будешь, нет? Я устал. О, хорош. Так, чё поста там? Ну... Ужасненько. Прям ужасненько. Акционный аргент летает. Чё он тут вообще забыл? Давай, иди сюда. Ты же меня не видишь. Здорово. Да ладно, серьёзно. Ты играешь на Рагнарке, у тебя кнутов нету? Пацаны даже на Вальге с кунтами были. Да даже на Айланде пацаны с кунтами. Сейчас бы на Раге без кунтов. А ну, у тебя в принципе-то и нет ничего. Тапочки сниму. Может быть ты что-то в Аргенте перетаскивал? Вряд ли, конечно. Но уже много раз так получалось, что в Аргентах был какой-то ценный лут. Есть. Давайте посмотрим, что в этот раз нам принесли. Куча мяса. Серое седло. Это нам всё не нужно. Зря только убивал. Ммм. Чё тут происходит? Верна до трансмиттер. Ну, я так понимаю, тут где-то рядом рейд происходит. Ну, против Виверн двух на одном потере я вряд ли что-то толково сделаю. Так что лучше до трансмиттера долететь. Взять киблики. Ммм. Уже притомился Грифончик. Кайф. Чё по статам-то у тебя вышло? Дай посмотрю. Угу. Всё очень плохо. Прям вообще всё очень плохо. Ну, хоть какой-то Грифон. В каких-то ситуациях может и пригодиться. Сто тридцатый. Можно притомить. Угу. Ну, думаю, стойка мне, наверное, хватит. Ещё вот эта последняя ядерка. Пушечку. Ещё она не перенеслась. А, тут всё немного подтупливает трансфер. Вот сколько уже големов притомил. Всё равно до сих пор не знаю, сколько нужно ядер. А в дододекс лезть вообще как-то впаду. Берём фундик. Берём пушку. Аккуратно. Мы с тобой друзья. Причём очень давние. Я твоих собратьев уже тут столько перетомил. Ты бы представлял. Скоро ты их коллекцию пополнишь. Так. Отличненько. Сейчас главное аккуратно поставить пушечку. И будет плюс ещё один голем. Сейчас самое главное всё сделать ровно. Последний, наверное. Готов. Вот этот гриф меня просто задолбал. Это невозможно. Чтоб потом сюда через пол карты не лететь. Наверное, сразу спалку здесь прокину. Вот так вот. И потом по спалке просто сюда тэпнуть. Заберу голема. Чтоб через всю карту не лететь. Кстати. У меня же всё равно левела хватает. Может что-то интересное упадёт. Там принт на полимерку какую-нибудь или на блочку хорошую. А лучше всего, наверное, мне не принт, а сразу готовое что-то. Ну, явно не седло на порося. Эх. Ну, что ты тут, дорогой? Проголодался, наверное, уже, да? Сколько тут лежишь? Полчасика? Наверное, столько кидлов хватит. Всё, посмотрим. У меня их всё равно с запасом. Да, и полная эффективность. Естественно. Ну, я же гений. Я же умею играть в эту игру. Ну, по крайней мере, по этой мидживку. Почти приручился. Жалко. Ещё чуть-чуть до голодать ему осталось. Можно сейчас ещё что-то почекать, полетать. Может быть, баску какую-то чекнуть, либо ещё лучики. Готовенький. Сколько я купил этого сколько-то прокнул? 11400. Ну, маловато. С другой стороны, блин. Халява. 95-й. Вот этот, в принципе, много киблов не съест. И хп у него может прогнуть вполне нормальное. Можно его тоже приручить, попробовать. Давай. Здоровичок, аккуратно. Всё. Успокоился. Не хочешь драться? Ну, тогда сейчас будешь кушать. Небольшие ядерки. Эх, какой же кайф всё-таки вот так спокойно, мирно, ходить, живку томить. Такое ощущение, что вообще на PvE-сервере играю и никто не мешает. Правда, в любую минуту могут прилететь. Готов. Ещё один. Блин. Валяться ему тут, конечно, долговато. Но киблов у меня на неё должно будет хватить. Надеюсь. Теперь за мной. Всё, ты тоже успокоился? Блин, чё-то у меня прям сегодня какой-то день големов. Очень хорошо на них везёт. Ну что, PvE-контент пошёл. И... Да ладно, я обсчитался, походу. Последняя. Да. Теперь последняя. После всех этих драк хочется на PvE пойти поиграть. Ну-ка, ай-яй-яй-яй-яй. Не успел забрать. Погоди, не ешь. И... Криоподим. Всё это в трансфер. Выстрим. Под обычным. Ну я же вроде выключил в DACE стрим чакню. Ща буду вот эту замечательную красотку загонять. Ё-ё-ёй-ёй. Аккуратно-аккуратно. Ну я и дал. Согласен. Ты и дал. Сразу. Есть. Есть. Загнал. Комплекс. Тупор как-то дону. Всё. Но их же куча, но возьми другого. Гига готова. Чтоб тоже не вышло. Всё, Гига готова. она просто сквозь где ты прошла но с капканом тебе как будет а варина есть упал там под жопку аккуратно все теперь ты точно сюда никак не выберешься парни ну вы там скоро или чё я задолбался ждать уже а его в ловушке а я нашим ой коленька ой ты мой ты вот знаете вот сразу вот успешных людей а коля называют вы знали вот вот успешник вот людей которые вот ну я в соло все делал не на то он в ловушку в соло завел а вы там ну хотя как можно сказать то там пример соло эти там просто ли ну в полстрое лома ну да я твой куб видео поможет базу мне спасать где стартящими розетками хоть сбал там же полку на полу это наш сейчас я его а я наше это тоже задержка в развитии кура админку и коль у меня тут не выдают это долгим принимать берите луки и стрелы в аркете торпор и может посмотрел на тебя не убрал я такая типа ты чё идиот когда он сказал торпор где туда повернулся и потому брал у тебя даже гига хейтит буст я надеюсь она встанет нормально это как-то упал ну все и он помог затамить походу всех демидж одинаковый пошел я дальше солировать такую возможность как что отличная игра ладно это все равно тоже надо вырубать на новую мутацию я идиот я люби по тем смол биба сна это я не буду кэристи сна спать он уже в этом году для этого года в а академия он александр пистолетом на тупик палочном речи это самочка то бомбер сыграть не может в кивза прокурсов А как думаешь, сколько она урона встанет? Я думаю 80. Она будет минус дамага. А знаете, каково сейчас людям, которые 3 сидят при таком пинге, стреляют в холоде? Не знаю, лично я вообще грифлю сегодня целый день всех. В 2.5.5, ну да. В обмен на прирученного голема я затрадил знакомого трайба, Блотсталкера. Вернее, они мне дали заклеймить несколько икринок. Ну и потом кое-как я их там выращивал. Ну и, соответственно, пошел на нем проверять, как же там дела на аберрации. The Unity. Угу. Пацаны, по сравнению с прошлым рейдом, тут еще и очень хорошо развились, я смотрю. Причем значительно хорошо развились. У них даже турки появились. И живки много на верхнем этаже. Ну, я думаю, это по похьют окупам. Так, а по обороне-то у них че? Турки. Легкие штук 6-7. Ну, я думаю, это, в принципе, можно и граником будет взорвать. Надеюсь, там никаких сюрпризов не будет. Надо за граником сгонять. На всякий случай ставлю хэвик один на батарейках, чтобы он отпугивал всяких бомжей, которые захотят вмешаться в рейд. Да и всяких, в принципе, залетных дрейков. Монактус, слава богу, еще нету. Трансфер с генезиса... Ой, блин, с экстиншена еще не открылся. Тут только пауки в основном, не дрейки, бегают. Так что, это будет их чуть-чуть отпугивать. Не будет мне особо мешать рейдить. Да и у меня будет чуть-чуть времени уйти отсюда. Ну, погнали. Есть. Я даже выжил. Замечательно. Сейчас сразу... Второй заряд. Броня еще не сильно покоцана. Чуть-чуть хилок. Все. Пока действие пива еще не закончилось и стамины есть, нужно быстро вылетать. Теперь точно все. Минус все турки. Одно РПГ, две ракеты. И у пацанов минус база. Тихо, не кусайся. Как же я ненавижу нейтральную живку. Мало того, что на нее постоянно приходится тратить время, так еще и, блин, стрелы с патронами у них тоже приходится тратить. Ну, это вроде не особо качанный. К тому же без седла. Быстро откис. Че, я залутать-то не могу. Ну, прием. Нет ничем. Так, а в турках было что-то, нет? О, парни серьезные. По 400 патронов в каждой турке. Сейчас закинем паучка. Потому что у меня не так много веса. А это такой чисто мини-сюрприз за углом. Ой, конечно, толку от этой турели просто ноль. Но, блин, придется лишний раз СИшку потратить. Ну, такое ощущение, что ребята в Рост переиграли. Была бы такая база в Росте, это было бы, конечно, ну, такое. Должновато рейдить. Не ставится. Но в арке тут все намного проще. Все чисто. Какого у вас тут коридорчики узкие? Сбирать компактно? Ну, че, прикольная база. Ну-ка, че, в ступках упоров нет? Нефти много, и это хорошо. Наркота. Еще наркота. Косарь наркоты. Вы че, издеваетесь? И косарь еще угля. Неплохо так, ребята. Что-то... Что за наркобароны тут живут? Нахрен им столько наркоты с собой. Батарейки, может, будет подзарядить. Патрончики. Газ. Еще батареи... Урина? Ничего себе, уже вырученный. Ну, или прирученный. Жемчуг. 200 электроники. Паста. Принцип на станции. Еще электроника. 250 электроники, самар, например. Ох, ты ж, е-мое. Пацаны, 13 сижек. Чуваки. Блин, вы мне просто уже этим окупили весь рейд. Кайф. Не зря големов на Бласталкеров менял. Тут шу-ку чехетина. Селитр там, в принципе, есть. И уголь был. Может, на пару-то сделать. Медведь. Халявненький. Куайф. Много очень газа. Ну, тут просто какие-то легкие такие плюшечки интересные. Ну, и тут тоже ничего особого. Вот с этой живкой, конечно, будет уже немного неудобно. А, нет. Нормально. Буду их огнем убивать. И это будет прям в разы экономить, чем стрелами расстреливать. К тому же, стрелы тут еще не всегда урон проходят. Видимо, из-за того, что они как-то полуструктурных стоят. Аккуратно. Но эту стенку мне, скорее всего, придется взрывать. Чтобы потом оттуда всю живку бить. Недвежата. Простите. Даже чувака какой-то убил. Сейчас бы как бы у меня еще лицо тут не сломали. А так-то будем потихоньку их отжигать. Этого, близняшки. Нет ничего. А ко второму я, наверное, сейчас так просто пройти не смогу, да? Угу. Нужен какой-то топорик или кирка. У меня этого нет, естественно. Сейчас будем у них тогда где-то искать. В этом медведе тоже ничего нету. Остался только сейв. Да. Как я и думал. Естественно, в наплечной живке до сих пор люди хранят свой персональный типостав. Нормально. Да. В сейфе, конечно, такой себе лут. Недовыращенно и верно. Забираем артроплевру. Валим нахрен просто с этой карты. Но рейд очень сильно окупился. Тут, наверное, тысяча две-три наркоты. Близи вся всяких резов. Просто, парни, смотрите на это. Мухер, да. Ты же... Это я такие делаю. Я тебе говорю, это база вот чисто, блядь, из ростов взят. Она просто не достроена. Тут вообще такое ощущение, что реально плейный ростеров на картах играет. Еще что-то прогружается. Так, это что-то интересное. Нет, вроде, что-то заряжен какая-то. Так, а вот это вот уже интересно. Тут живка есть. И вроде как оборона. Это нам просило, да? Угу. Стоп. Ты пролететь можешь? Нет, погоди. А, что там, брат? Меня органика внутрь будет бить. Нет, напрасно можешь пролететь там. Пойдя, она дырявая. А так справа. Там вон турку видно даже. Там нету. Я там подсетела можешь пойти, там вроде нету. Что за загон у них такой интересный? Три часа. Да-да-да. У них вон, смотри, у них на базе турки есть. Ты спокойно можешь выйти. Только 100 минут заряжать. Что такое? Поддержит. Вот у них турки стоят на крышах. Не включат. Там можно залететь, правда. Но они полностью загон кроют. Так, и что дальше? Ага. Это опять растер и какие-то буферка в буферке. Нет. Зачем столько металла? Просто так третий. Я вот не с вами понимаю. Наверное, эту стенку буду. Там что-то шумит. Надеюсь, генник. Да уйдет. Тихо, прощаемся. Не, иди уже. А, тут, смотри, тут тоже в углу турка стояло. Не, Коля, это реально быстро. Я тоже в углу турки стоял. Блин, это жесть какая-то. Матрёшку построили. В угол? Нет, не сюда. Вон туда, в угол просто. А, там взорвется, не забей, забей. Турка собьет. Турка не собьет, но... Под ней неудобно будет. Я надеюсь, тут что-то точно будет. Это просто гейм. Что? Что? Если сейчас за эту дверь, он нихрена не будет. Как-то нахуй недавно рейдил дебилу. Коля, надо по дверям ходить. Вот что-то есть. Что-то тут есть. Печки стоят. Походу, шкафы даже были. Чё не откроется, ты чё? Это печки. Мне кажется, но живки может. Фигня. Что там за бакмэн? Да фигня, забей. Да ладно, вы серьёзно? Господи. Я все трофейные сишки сейчас просто встрал. Всё. Всё, турку вырубил. Она запинкожена, нет? Блин, ладно. Запинкожена. Ну да, она не стоит сишки. Капец. Они столько металла просто в никуда пократили. Ага. При этом у них, смотри, у них сверху ещё гейник стоит где-то запасной. Турки всё равно работают на крыше. Не, это... Это просто как этот Джакушка. Я не знаю, зачем это строили. Ещё одни. Как же их много. Ага. Ещё одна ловушка Джакера, сука. Ладно, я нафтере заливаю. Что ты делаешь? Ага. Всё. Владимира Владимировича, так сказать, зарейдил. Сейчас посмотрим, чем богатенькие живут. Ты как будешь? Каждый ролик снимать по одному рейду? Или же, типа, ну, кидать их по несколько? Да нет, ты что, ровнишь? Я так посчитал, у меня в ролике где-то... Двух до пяти рейдов, может быть. А то у тебя, блядь, ты, боже, вы столько зарейдил? Роликов на триста, наверное. Ничего себе, бомжей. Ты видел, сколько я лута, блин, с них поднимаю? У некоторых уже даже хэвики есть. Ну, тут прям такое. Не, ну чё, смотрите, всё логично. В реале они прям везде с богатые, а в этой, в игрухе... А на офе не задонатили. Бабла у Путина не хватило. Надеюсь, мне канал не прикроют. О, дротики. Ну чё, я в этот раз не куплюсь. Не, ну я как бы в ноль вышел, но не в плюс. Ладно. Крокодильчику жалко. Это что-то вкусненькое. Два Птера, Аргент, формовая Живка. Ну давайте тогда потихоньку прощаться с Птерами. А то они мне потом при рейде очень много неприятностей доставят. У пацанов уже турки стоят. Так, минус один. Второй. Минус Аргент, всё. Замечественно, взлётной Живки у них теперь нету. Осталось только сейчас подготовиться. И вот, по идее, слева я смогу на Птере залететь к нём. Между стенкой. Ну, помянем. Есть. Зараза. Меня под Птера скидывает. Сука. А не вбок. Не ломается проводка. Почему меня вбок-то не скидывает, а под Птера? Почему так лагает жёстко. Скажу небольшую информацию для игроков Арка. Во-первых, выход новой официальной карты, которая была сделана из мода Crystal Islas, перенесено на 11 июня. И следующий пак новостей. 12 июня, в следующую пятницу, состоится несколько значимых открытий. Во-первых, будет открыт новый ПВЕ-кластер с рейтами Х5 на проекте Undead Arc. Была проведена колоссальная работа над изменениями, что крайне положительно повлияло на сервера. Также, кластер будет располагаться на трёх серверных машинах, что предоставляет значительно больше мощностей, в отличие от остальных неофициальных ПВЕ-кластеров. Ну и, естественно, ПВП новость. 12 числа, также в следующую пятницу, будет открытие бездонатного сервера. Где донатеры не смогут со старта купить ни вещей, ни оружия, ни брони, ни дина. И на этом кластере абсолютно всё будет решать, только навык игры. Ну и ограничение на количество людей в трэбе там будет 3 человека. Альянсы запрещены. Правила обычные для Undead Arc. Ссылочки на все старты есть в описании. Нет. Чувак уже выбежал. Смотри, не гинеку, серьёзно. На втором этаже чел. Не смогу взорвать, наверное. Долго, осколки уходят. Он, чувак, пытается зайти. Вот он, Сижик. Турки опустил. Здорово. Теперь мы с тобой поиграем. Чё, турок нету, да? Всё, прикрытия нету. Органика ещё не выросла. Один убежал. Один, по-моему, в доме остался. Закрылся. Да-да-да, прыгает. Ух ты ж! Смерть прям рядом. Вроде живой. В тирках живой, но, сука, не живой. Тут нас хрон составим? Пока они там ещё не застроились, не подчинились. Надо их дореживать. Не-не-не, чувак. Поверь, серый огнемёт намного лучше дробовика твоего. Есть. Это феноменальные люди, конечно, играть на Рагнарёке и не пользоваться дарами Рагнарка. Ну, то бишь, скорча. Кнуты и огнемёты. Огнемёты это вообще самое полезное оружие в арке. Для всех безруких, как я. Чё, никого нету? О, здорово! Ну, чё, ты же понимаешь, что не убежишь далеко. Вот и всё. Минус всем. Сейчас они в КДшке отдыхают. Тоже дробовик. Угу-гу. Сейчас посмотрим, что у вас по ящикам вообще было. Я думаю, в такой кибитке, которая уже начинает ставить турели, по-любому что-то интересное есть. Сера. Можно будет захватить потом. О, порох я сразу возьму. Паста. И годится пульчики. Пропеллента много, можно будет тоже второй ход взять. Ещё паста. Броня даже не покоцалась. Зачем ты встаёшь? Я только хотел кровать вам сжечь. Угу, манис. Всё, теперь у тебя ещё две минуты КД. Так что я думаю, может, надо даже отдохнуть. И дожечь кровать. Что вы тут больше не появлялись. Всё, бегите с респа. А я за это время уже успею вам полностью всю хату пролутать. Вы же не против, да? Этот пароль мне не нравится. Угу. Так, может быть, тут что-то. О-о-о! Кайф! Ещё электроника халявная. И паста. Ну, тут я даже в плюс вышел. Кайфовенько. Живку я им, наверное, убивать остальное не буду, потому что мне представляла опасность только лётная. Ещё турки единственное им бафнуть. Забрать патрон. ХЗ, сколько у них там было их? Ну-ка. Сколько тут положили? 200. Ну, 140. Маловато. Дробайки, я вам отдаю. Успеете прибежать, залутаете. Ещё верхнюю турку. Стоп. Нет. Погодите, чуть не совершил опять ошибку. Она же без пин-кода. Спасибо. А за патроны, господа? Ну, я пошёл. С миром. Мне тут обойти-то. Всё. Моего птера тут ещё не отпинали. Я надеюсь, дикая живка. Чё за... Вот, сучка! Куда побежал? Козёл. Голыми руками пытался мне птеру запинать. Ой. Чё-то его же откормил. Чё? Пошёл вон! Вали от меня! Я же там вообще даже не трогал. Кто тут взялся в пустыне? Я думаю, вообще в пустыне практически никто не летает. Просто чувак на Аргенте взял, появился неоткуда. Ну-ка, сюда иди. Па! Здравствуйте! Предъявите документ. Кнут — это недостаточный документ. Был бы у вас ещё парашютик, возможно. Ну, чё у тебя было. Даже цветной кнут. Пригодится. Всё ещё с Аргентом разобраться. Может быть, в Аргенте тоже какие-то птюшки прикольные были. Тоже интересно. Чё, блин, чувак, на Аргенте забыл в пустыне. Чё можно было сделать? Тут больше никаких баст не было. Ну-ка. О-о-о. Ля-я-я-я-я. Косарь паста. Просто с нихрена косарь паста и ещё куча металла там. Вот это кайф. Что же, дружочек, спасибо тебе большое за просмотр. А если тебе понравилась эта серия, то обязательно поставь лайк. А если ты на канале новенький, то обязательно подписывайся на канал. И не забывай нажимать на колокольчик, чтобы тебе приходили все оповещения о новых сериях по выживанию в арке. На этом заканчивается тринадцатая серия. Напоминаю, что весь плодист этого сезона вы сможете найти по ссылке в описании. Там все серии, начиная с первой, идут по порядку. Ну и рекомендую глянуть предыдущий ролик. Вот аннотация на него. Он получился весьма мясным. Ну и напоминаю, что в следующую пятницу, 12 июня, состоится открытие нового PvE-кластера X5 Under Tark. Также будет открытие бездонатного PvP-сервера X5 с ограничением на 3 человека в Трайбе. Если тебе надоело, что донатеры могут иметь преимущество, то залетай на бездонатный сервер, где все решает только твой навык игры. Все ссылочки на сервера есть в описании. На этом я с вами прощаюсь. Удачи и до скорой встречи в следующем ролике. Субтитры подогнал «Симон»!